Здарова, ребята! Итак, мы продолжаем играть в Dead Space 3. И, как видите, мы нихера не в космосе, мы на самом деле на планете, на той планете, на планете Ход, конечно же, спасаем Люка Скайворкера. То есть, звёздного рабочего. Вместе с Леонидом. Леонид, поздоровайтесь быстренько. Здравствуйте, ребята! Здарова, да. Суть в чём? Мы всё-таки решили вернуться на эту планету и проть эту миссию офигенную, потому что нам посоветовали это сделать. Вот и всё. Человек, ты можешь открыть дверь? Нет. Отлично. Значит, я за тебя открою. О, чувак, у меня только что подпрыгнуло до 90 фпс записи, ты прикинь? Да. Такое бывает, не знаю, только в космосе. Походу, мой бот вернулся. Походу, твой бот вернулся и, соответственно, подпрыгнул у меня фпс из-за этого. Это очень круто, 129 фпс. Так, модификаторы оружия, новые. Ты знаешь, чувак, я даже не знаю. Мне единственное, что нужно делать, это, наверное, вот эту вот херню улучшать. И это круто. Это не круто. Я хотел сделать одну насадку, защитный кожух называется, но на неё нужно 200 вольфрама. Так. И это... Жалко. Жалко. Мне не прикалывает, ребята, вот этот вот плюс 2 урон, но минус 1 темп стрельбы. Он мне вообще не нужен. Поэтому я... Всё. Слушай, вот смотри, вот твоя станина элитная. В чём вообще прикол? Объясни мне, пожалуйста. В чём прикол? Ты можешь ставить в неё не 4 модификации, а 8. А-а-а. Ебать, я лох. А я только что 40 вольфрама потратил на то, чтобы прокачать обычную тяжёлую станистонину. Лучше бы я подождал бы, блин, сразу элитную. Так, блин. Так, нам сюда. Прикрывай меня. Не смотрите, ребят. Нельзя. Не, ребят, слушайте, 100 фпс-то круто. Ой, чё. Пидрило! Не понял. Прикольно лёг так на мою еду. Чё, твари? А почему эффект блюма есть? Я же хотел убрать. Читный прилёг, откуда ты меня. У меня эффект размытия крови по лицу. Только что был. О, электрик, здравствуйте. Электрик хочу. Тыщ, тыщ, тыщ. Ничего личного, ребят. Это была просто шутка. Есть, я достал. Я выдавил прыщ гнойный. Только что. Замечательно, ребята. Мне так радует это количество фпс-пс. Просто капец. Ага. Всё, я тоже своего бота вытянул. Ботиночек, иди гуляй. О, подожди. Ребят, может, мне поздравить. У меня потихонечку палец заживает. А, ты тоже? Ты родил второго? Я родился. О, можно наверх залезть. Пошли наверх, чувак. Смотри, тут нычка. Я её не заметил сразу. Ты сразу заметил, чувак? Да? Да я решил промолчать. Между прочим, тут просто преобразователи. Ничего офигенного нет. Вот Лёня меня обвинил в том, что мой костюм говнистый. А я тебе скажу, что это твой костюм говнистый, чувак. Классный костюм. Мне нравится шуба. Шуба это круто. Настоящие парни ходят в шубе и ездят на BMW. У меня от этих чуваков ФПС опускается. На, гори в огне. Паскуда мерзкая. Не, ФПС падает. Короче, если бы я тебя не прикрывал, я бы уже давно был. Ой, успокойся ты, кто? Иди погуляй, чувак. Ерунда мне тут втирает дичь. Ты мне втираешь какую-то дичь, парень. Понимаешь? Тут, блин, давно. А, вот, отлично. Ждем напарника, мне написал. Всем выйти из сумрака. Да, кстати, хотим напомнить, что мы... Из ночного дозора, так что... Проходим дополнительную миссию. Миссию специально созданную для коопа. В чем цель миссии? Просите вы? Или нет? Кстати, Гори, мне тоже интересно. Я бы с удовольствием спросил. Это, короче, хранилище. Ух, сыгите, это какой-то лошадь. Это в отличном состоянии. Вот, энергия еще поступает, помещение отапливается. Но что интересно, локатор X указывает на серию каких-то координат в глубине здания. Запись, которую я нашел, говорит о ценных запасах. Наверное, их обнаружил локатор. Собственно говоря, мы пришли сюда за разными ништячками. Надо вальфрамом. Так, вот, собственно говоря, такая у нас цель. Офигеть, ребята, вы горите. Евгений, посмотрите. Человек в круг привязан. Человек в круг. Человек в круг, это Михаил. Тут, между прочим, второй человек в круг. Михаил в круг? Михаил, ну. Мишань, я так и знал, что ты... Ой, что ты наделал? Сброс энергосистемы мне в зад. Так, защищайся. Сзади, вон он. А, чувак, слушай мне. Ух ты, мать его. Смотри, как быстро я его сейчас. Опа, 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 опа. И голова отлетела. Опа, опа, опа. Хорошо, пошло. Так. Нет, все-таки у меня самая офигенная пушка в мире, мне кажется. А Леня со своим пистолетом может сидеть, отдыхать, вот вместе с Михаилом кругом. Миша! Не бегай. Жулик! Не жульничай! Как вы даже путешественницы, ёпта. У кого есть сын маленький или дочка, поймет меня. И поржет вместе со мной, скорее всего. Хотя я не думаю, что меня смотрят люди, которых есть дети, блин. Господи, это Леня. Леня, почему ты молчанием своим доводишь меня до истерики? Писни. Ты ж нихера не говоришь, а я смеюсь, как бот. Вот, у меня почему-то резко начинает в какой-то момент проседать фпс. Но потом набирает и как бы его становится много. Какой причине? Объясните мне, ребята. На какой-то маленький промежуток времени фпс проседает. И вот сейчас у меня 22 фпс. Самое интересное, вот до хрена было противников, только что фпс было очень-очень-очень просто дофига. 82 фпс было. Прикиньте. Гадык мой, враг мой, я вам скажу. Враг. 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 Господи, Леонид. Леонид враг. Я теперь сделал вид, что тоже сражаюсь со злом. О, парень боксирует. О, сейчас 80 фпс, 92 фпс. А вот почему? В чем смысл? Что в этот момент происходит? А, я понял, что в этот момент происходит. Процессор сбрасывает, значит, временно частоты, чтобы охладиться. Я так понимаю, это так, оно и есть. Уйди отсюда, гнида. Потом частоты возвращаются в исходное положение. В исходное приложение. Приложение призма. И, соответственно... Леонид, ты что прикалываешь, что не можешь загасить тварь? Я настолько жесткий, что я их просто пинаю. А я-то страшно. Проли, зачем тратить патрон? Лови. Не попал. Баскетбол. Не попал. О, ништячки. Да засунься ты. А тут, кстати, жестко про... Чего он не засовывается? Евгений, вы его засунули не туда. Придите, нечунься. Не, почему не туда? Все, дверь тут открылась. О, слушай, и сюда можно истить, есть дверь открыть. Короче... А мы сверху пришли, да? Нам нужно не туда ее. А подожди, давай сюда зайдем, может, у ништяки. Так, успеем, успеем, успеем. Блин, отдай. Я же открыл... О, а давай это самое... А, блин. Я думал открыть, типа, и зайти, а ты достанешь, зайдешь туда, и мы, типа, две двери зайдем. О, 94 фпс. Я вообще в шоке. Ну да, скорее всего так и есть. Как вы, Леонид, думаете? Да. Процессор забрасывает частоты, соответственно, охлаждается и обратно набирает... Да, а потом начинает выкручиваться. Ну, вот сейчас вот реально 80 фпс. Это очень круто, ребята. Так, на лифте вверх. И все это, знаете почему? Потому что я, мать у Занаку, наконец-то снизошел до того, чтобы поменять себе термопасту. Чувак, я занимаюсь дебоширством. Не мешай мне. Господи. Я примерно... женщин. Тоже вот с таким вот. Леонид, видно это неплохо. Да, Леонид, видел. Мы настолько близкие друзья с ним. Хе-хе-хе. Хе-хе. Мы дошли до этого места. И как видите, мы по-прежнему целы и живы. Здоровы. Кстати, я поменял оружие, и сейчас у меня немножко другое. Сейчас у меня автоматическое, получается, полуавтоматическое винтовочка, которая по три патрона типа стреляет. И это круто. И, соответственно, снизу у меня замораживающаяся херня. А в средней комнате у меня дочка смеется. И это тоже круто. Давай, чувак. Залезай. Если честно, первое, что я подумал, это расплавился процессор. Прикиньте, но Леня меня успокоил, сказал, что все нормально. Какая там дичь творится. Не обращайте внимания, ребята. Самое главное, что у нас 40 фпс, 35-39, и это очень круто. Текстовое сообщение какое-то нашел. А, так может быть, читаешь зрителя? А, нет. Ха-ха-ха-ха. Чувак, если тебе это втыкает, читать сообщение, мне втыкает лично экшен. Мне нравится экшен. Я думаю, зрителям тоже нравится экшен. Они прекрасно знают сюжет этой игры. Она настолько старая, острее, чем жизнь. Но, чувак, если ты будешь читать сообщение, будет круто. Офига не использовал это дерьмо. Ты так ненавязчиво скинул на меня. Почетная обязанность. Почетная обязанность. Пойдем. Я тебе, хочешь, тебе прикол покажу? Зацени. Тут мостик поднят. Надо его опустить. Как его опустить? А, наверное, там надо что-то сделать. Ну, логично. Круто, да? Гениално. Современный технолог. Задрот ТВ мне показалось написано, тут затоплено. Опа. Где это дерьмо? А, вон. Машим, Машим, Машим. Как де... Он меня убил. Ты убьешь? Плювальчика. Он меня убил. Давай, давай, давай. Чувак, сзади, сзади, сзади у тебя... Я. Все черные. Сзади, сзади! Лечись, парень. Я просто хотел его в рукопашную загасить. Это не круто. Тебя убил. Грюбан, Валера. Три-сто-двадцать ВПС, ребята. Чтоб вам всем так хорошо жилось ко мне. В общем, план такой. План перехвата, как обычно, результатов не делал. Я за одной стороной массаж, а ты за другой. Оп. То есть... Ты поешь, а? Ты справа, я сзади. Давай. Неприятно получилось. Я надеюсь, он сдох. Чувак, у нас же стазис еще есть, как бы. У меня чисто. У нас как бы есть стазис, но у меня есть пушка замораживающая, и она, в принципе, выполняет те же функции. Ну, зараза. Нет, это автоматик такой. Бля, как это вышло. Бляха, ну ты лошаровый, ты такая пушка. Ты же так ее хвалил. Я реально, я прошлый раз год, потому что дебил не пользовался пушкой. Но здесь-то ты пользовался пушкой, наверное, я так понимаю. Да, я пользовался пушкой, но ребята меня поймут. Есть одна маленькая недоработочка. Ну? Для того, чтобы она эффективно доработала, нужен защитный кошек. Защита кошек? Согласен. Кошел. Защит. Защитный кожух? Ничего, я о себе не понимаю. Как там у тебя сзади дела-то? У меня все нормально вроде. А нет. Какая-то падла лезет. Лезет. Лезла. Э, они до меня не добегают, тупо. Но они ко мне по одному лезут. Почему их только двое? А где остальные? А, вон. Вот, я его заморозил, он, короче, стал немножко медленнее, прикинь. Круто. Это на самом деле тема. Вот мне нравятся такие пушки, которые воздействуют именно на физиологию и на физику. Это как мне напоминает, допустим, портал ган или гравипушку. Что-то в этом есть, да? А, просто патроны, тем более, которые выстреливают одиночными, они меня даже не возбуждают немножко. Даже не немножко. Вообще даже ноль возбуждения от них. Не обращайте внимания, там люди сходят сама. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. На сегодня подписывайтесь на канал, ставьте лайк, зачем ты открыл? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, будьте счастливы. Всем пока! Пока!